Я вам расскажу про фильм. У нас появился очень интересный объект в Винницкой области, охоту годия. Там заповедник такой, ну он считается как охотничьего годия, но больше для VIP-персон, приехать на природу, посмотреть на животных. Есть люди, которые любят природу и очень много вкладывают средств для того, чтобы вот этот заповедник держать. Здесь находится мальчуковый дом, охоту годия, назовем его так. Это VIP-охота Веперь. И вот этот вот домик, который вы видите, вот я его строил с нуля. Ну как я строил? Мне дали их рабочих и мы начали его строить. Вот это Лена начала покраску делать и я приехал посмотреть как у нее дела. У меня там рядом другой объект, Тымыр, тоже хохотовый годия. Это километров 20. И вот уже это мы построили, а вот Лена и Андрей красит этот объект. Вот и грибочки у нашей, здесь находится мостик. Ну чуть дальше я начну как мы все-таки это делали. Вот этот, такая громадная территория, не знаю сколько там гектар, но это есть огороженная территория, есть животные просто дикие. Они сами ходят, как-то их кормят, лесники здесь есть, охрана есть. И вот такой вот интересный там назовем его заповедник. Вот это я пришел к Ленкин. У меня борода почему-то выросла. Я тогда старый был, сейчас у меня бороды нету, я молодой, а тогда у меня была борода. Вот я по мостику прохожу. Лена показывает, ну мы здесь сделали такой источник, подпитка вот этого водоема. Здесь скважина стоит, здесь где-то находятся рядом родники, и вот в такой балочке здесь постоянно пресная вода. Ну вот, Лена что-то мне показывает, рассказывает, я уже не помню. Вот видите, вот такой вот маленький прудик, и на него олени приходят, там и козы, и ну разные животные. И лось здесь есть, кузя. Но они как, есть как полуручные, ну на них не охотятся, они просто, ну как живут. Да такой заповедник, он видите, дальше видать даже какой-то, он видит олени или что-то, там и какие-то животные, я вдалеке вижу. Он и пчелы здесь разводится, такое вот интересное приусадебное хозяйство. А вот это маленький охот угодье, в смысле охотничий домик, там находится каминчик, ну может дальше посмотрим. Вот выход, будем с леса, там будем такие калитки, чтобы можно, животные, чтобы сюда не прошли. Здесь огорожена часть территории, где пони, там находятся пчелы, люди, а вот это мне привозили цемент, по 22 тонны в неделю. Вот так это начиналось, смотрите, вот так мы делали забор, забор там был сеткой натянутый, мы поставили к нему USB, и вот это тысячу квадратных метров такого сделал забора. Вот эти деревья подпорные были, чтобы не упал забор, а вот это нам хозяин говорит, сделайте, управляющий вернее, сходил, сделайте мостик. Ну пока его не было, мы такое мостище построили, что он говорит, вы что, говорит, вообще, я хотел маленький мостик. Мы сделали вот такой арочный мост, вот так он выглядит, бревна, вот это новые такие технологии, мы еще не делали крышу в виде соломы. Вот так вот черновая идет, ну уже, видать, осень, и уже видно, что я одет, и так, вот так мы его делали. А ну видите, пришел муфлон какой-то, вот этот, ну, говорит, пустите меня, вот он людей не боится. Ну или он приболел, тоже пришел, жалуется, что что-то у него болит, вот это, ну, потом в ветеринар приходил, вот это его подружка там тоже, за ним следит, иди, говорит, лечися. Потому что, ну, у тебя, на шашлыки заберут. Ну, такие рога у него интересные. Ну, вот они сюда, ну, не боятся людей, подходят, и, ну, видите, какие ногти у него, он за собой не следит, ну, что-то старый. И что, подружка, видите, тоже, это заезжает, а тут молодая овца. Вот это у меня помощники, пацаны, парень вот этот очень много, а он, видите, мы даже с этим бараном, муфлоном и фотографируемся. А вот это у него, у них еще барашки, даже там со Швейцарии привозили, а вот этот вот лось Кузя. Ну, я его, как бы, побаиваюсь, ну, такой, своеобразный. Ну, он, раз на Лексусе приехали, так он рогами вхерачил, да, пробил дверки, и там, ну, были истории. Чуть мою машину не забодал, я еле успел выскочить. А это такой вот есть вепрь Вася, он живой. А вот видите, Кузя бодает стенку, он только приехал, а у меня машина здесь стояла, вижу, трамдец, надо ее прятать. Вот он такой, любознатель, его со Скани новой привезли, и он начал приживаться здесь. Там у него лосихи были, ну, ну, короче, он не прижился здесь. Вот он в порядке наводит, ломает наши леса, вот это мы стоим ждем, а это Линка на конячке катается. И такие кони были. Вот это в том домике, я такой камин лев делал. А вот это у нас небольшой фильм, тоже здание, мы внутри оформляли такой, а, вот этот, вот этот, построили мы домик, и я им камин сделал. Вот это уже, здесь по-взрослому все делается, кондиционеры стационарные такие, и они отопления, видите, крыши. И, ну, такой хитрый камин барбекю делали, и вытопить можно, и шашлыки делали. Такой заказ был, такая, ну, здесь потом два номера сделали, или простенки поставили, я уже не помню, я делал камин. Вот вот такой кабанчик, а такого смешного делали, а вот это, я варю дикого кабана. Я потом одевал вот этот кабан, это каркас, Эленка варила нам такого кабана. Где-то за четыре дня мы его сделали, вместе с Леном мне помогала. Вот, а это мы решили уже охотников делать, вот, на этого семь дней ушло с вепрем, а это такой вот охотник, вот так он делается, он тигра-зайца поймал. Ну, такая беседочка охотничья, а вот то баня деревянная, то не я делал, ну, потом, я с дерью не работаю. Вот, ну, 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 например, ну, например, на скульптуру с вепрем семь дней ушло, три дня от человека и два дня вепрь. А, а это, ну, тоже входная группа, там и пчелы не держат, ну, то есть свое приусадебное хозяйство такое, ну, они следят, чтоб у них все было свое, все чисто. Вот это у меня Лена красит веприка, вот это тигрозаяц последнего поймал, охотник украинский за ноги. Ну, он его не стрелял, он как-то его за ноги поймал. А это вот одна из моих лучших работ. Вепрь, я его как держу, как фирменный знак в мастерской колесников. Вот там и камины, вот это озеро, беседка над водой. Это вот моя младшая приехала, мы ее к труду приучаем. А здесь я получил заказ, как сделать пчелиный домик на дереве. Вот это пчелиный домик у Ющенко был такой, не знаю, у Януковича был, но у Ющенко точно был. Но у него был деревянный, а я с бетона сделал такой домик с Баба-Ягой, вот эта куриная нога. И там 4 улика стоят, на этих уликах спать можно. А внутри было все деревом обшито, то есть я его с бетона так сделал. Ну, и вот так вот он на ноге, на такой, и дополнительная опора, которая, чтобы он не упал, поддерживает. И ступенька опора. Такой я Баба-Яушку делал. Вот эта Нина тогда мне еще помогала работать. Вот такой домик Баба-Яги мы сделали. Вот, Лена его раскрасила, она на таком ступе летит, она килограмм 300 весом на Баба-Яга. Это серьезная конструкция, как держать эту Баба-Ягу ступа, чтобы не упал. А вот это такой каменный красный дом, я его оформил бревнами, чтобы как-то подружить его с лесом. В этом красном кирпичном доме такой вот кабан-веперь такой, тоже барбекю мы делали. Ну, это охоту-годье, такой, ну, тоже, ну, там, на втором этаже гостиница, номера для приезжающих. И внутри вот такой, типа, каминный зал, ну, или здесь столовая, ну, какая задача, ну, короче, здесь столы. Может, там дальше будут фотографии, посмотрим, там и выпивки много, ну, то есть, такой, реальный зал для ви-похода. Ну, очень плохой песок был с глинистой, ну, нет у них там хорошего песка карьерного, которым уже была работа. Ну, вот, ну, мы оформляли и параллельно строили второй. Вот так Лена расписывает его, как художник. Ну, еще камера у нас была там, или аналоговая, вот она. Мы потом ее в цифру переводили, ну, старый перевод. Ну, этому фильму, наверное, сколько уже, ну, этот объект, ну, пять лет, шесть лет, шесть, семь назад делали. Это еще при Януковиче делали эту работу. Тогда еще на Украине какие-то заказывали, а потом... Вообще в столах, ну, и вот уже пять-шесть лет нас на Украине никто не заказывал. Вот эта краска акриловая, фасадная. Ну, у нас специальная фирма делает, у нас она находится в Новой Каховке. Краски великолепные, стойкие. Ими можно красить и черепицы, и терепицу, и крыши, и водоемы. То есть, проверено, 15 лет мы работаем этими красками, ну, и мы очень довольны. То есть, лучше пока краску не нашли. Эту краску даже приходится ввести ее в Россию. Ну, ее проще привезти в Россию, чем найти в Россию эту краску, которую... Вот такие люстры. А, это вот уже отделка пошла, и двери поставлены. Там, где-то наличник будет. Ущем еще. Ну, надо было понятно, что нет сопряжения дверей. А, или наоборот, мы это делаем в сопряжении двери. А вот это, видите, уже пол постелили, столы позначили ставить в этом зале. То есть, уже шторы есть. Это мы, видать, через какой-то определенный момент пришли снять двери. Ну, нам управляющий разрешался. Обычно они не особо не разрешают, но вот эти какие-то люстры поставили, чтобы и железное. Это мы через время пришли, смотрим, что в зале получилось. Уже и шторы, ведь и люстры полные. У нас много мастеров кузнецов, там и плотников. То есть, мастеров на Украине очень много серьезных, которые занимаются и ковкой, и там отделочными работами. Вот это умывальничек должен здесь, ну, еще, видать, не поставить. Этот вот лестница, выход на второй этаж, а там-то номера находятся. Ну, номер, там душевая, туалет, и там, наверное, 3 на 4. Квадратов 10, ну, 10, 12, до 15 квадратов там номера. Он, видите, там все в дереве, мы внутри из бетона сделали, а, ну, может, даже в виде, я покажу, что он, например, в виде брус такой. Ну, здесь лесов много, и деревообработка, обработка, то есть, ну, дерево, можно, ну, любое взять. Есть куча мастерских, вот, видите, я вам даже номера покажу. Вот такой номер на втором этаже, видите, люстры, ну, прилично все сделано. Здесь даже есть вертолетная площадка, на которой, ну, туристы могут прилетать вот так вот. Видите, там, ну, как комнатка, то ли душевая, видите, окна. Получердачное в виде помещения, и окна, которые держат воду, видят гулетный душеварь, аминь. А нам скупили такой вагончик специальный немецкий, в котором мы жили. Ну, и он, в нем даже душевая горячая, электрическая, там, 6 или 7 киловатт, стоял такой гулер, он нагревал воду. И, ну, тоже приличные условия, мы жили в вагончике. И грибы собирали, и... Ну, видите, просто старые съемки, камеру, конечно, гоняем, ну, как научиться, вот, мы смотрим. Ну, вот видите, вот такая, последняя, в последнем виде бильярд, вот это вот фотки, которые, ну, мы снимали позже уже. И вот так выглядит этот вей похода в Виннице, это там есть Гайсон такой город, и Степашки. Продолжение следует...